Сколько вы сегодня нажали? Нормально, четвертый бункер уже молочен. Когда работаешь на глазах у отца, ответственность двойная. Может быть поэтому экипаж братьев Алексея Николая Гореликовых лидер в хозяйстве. Отцовский комбайн остался далеко позади. Впрочем, глава семейства не в обиде, даже гордится. Сыновья выросли, работящие и дружные. Сам Николай Николаевич также работает в паре с родным братом. Любовь к земле в трудовой династии прививает с детства. Ну как бы со своим же проще. Можно и когда-то крыкнуть на человека, на чужого как-то. Но бывает, видится. Ну, своими проще как-то. Ну, привыкли уже, работали. Дед работал с папой, теперь папа с сыновьями. Для старшего Гореликова это уже юбилейная 30-я жатва. Старенький комбайн не подводит, простоев практически нет. Разве что из-за погоды. После каждой смены проверяет все узлы и агрегаты. Младший Николай Николаевич, тезка отца, мечтает заработать на автомобиль. А если получится, то и выиграть. Но для этого надо стать победителем дожинок. Без помощи брата такую высоту не взять. В этом году второе, а позатым третье. А в этом надо? В этом надо первое. У нас же дожинки в районе, надо первое вытянуть. Ну, он подскажет где-нибудь что-нибудь, ну, расскажет. Ну, это же братья. Лучше работать. И он меня понимает, я его понимаю. Столицей областных дожинок на Могилевщине в этом году станет Кличев. Райцентр преображается на глазах. Местные аграрии, как хозяева праздника, обещают гостям радушный прием. Но за награду и титул лидеров жатвы намерены бороться до конца. На сегодняшний день в районе убрано почти 40% площадей. Есть проблемы, а не те же, что и у соседей. Одну из самых острых по замене запчастей местной власти оперативно решили сразу же после селекторного совещания у президента. Теперь, даже если комбайн сломался в выходной день, поставщики реагируют мгновенно и не требуют предоплату. Удалось наладить и бесперебойную поставку горючего. Самая основная проблема и переживание было, конечно, с топливом. Конечно, благодаря указу президента вопрос решен. Сейчас все хозяйства обеспечены топливом на 4-5 дней вперед. Уже душа не болит. За это уборка идет планово в штатном режиме. Все комбайны, 49 комбайнов, они участвуют в работе. 17 сушилок также участвуют. В ясные дни у механизаторов каждая минута на счету. Даже обедают стоя. На время жатвы старший гореликов своих сыновей видит разве что во время таких небольших перерывов. Успевают обменяться парой слов, что-то друг другу посоветовать. И снова за штурвал. Елена Кукшинская, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилевская область.